Всем привет! С вами Дхарма 1937. Сегодня мы с товарищем Джунуном и с товарищем Василием продолжим развивать культурную повестку. Поговорим мы сегодня об авторе. Как его зовут? Савдаридин Айни. Почему именно он? Это народный герой. Еще интересно тем, что он родился в конце 19 века, и в это время происходили всякие интересные события, не только в России, в Средней Азии, во всем мире, в принципе. И Савдаридин Айни, он был и только свидетелем, он был участником этих событий и оставил свои воспоминания об этих событиях. Что с ним происходило, как это все происходило. Поэтому нам очень интересно. Вот, соответственно, нам будет очень интересно послушать Джунуна, сравнить, как было в Таджикистане и Узбекистане, как было у нас, да, найти что-то общее, что-то различное. Но сначала нужно ознакомиться с биографией автора. Да, это будет короткий рассказ его биографии. Вот, давать бы надо брать. Это будет очень долго, потому что очень насыщенная у него жизнь, много событий было. Хочется про это все поговорить, рассказать, познакомить. А родился Савдаридин Айни в 1878 году в деревне Сактаре. Это недалеко от Бухары. То есть он родился в кошелоке. Его родители были крестьянами обычными. Но у его отца была еще профессия. Он точил мельничные камни. То есть у него была еще дополнительная профессия и дополнительный доход. Поэтому писатель говорит, что он из зажиточной семьи. Ну, дальше мы посмотрим, насколько он был зажиточный в Савдаридин Айни. В семье их было шесть человек, четверо детей и родители. Его отец был образованным. Он умел читать и писать. Он учил, соответственно, своих детей читать, писать. Это была большая редкость для кишлака. Да, это была очень большая редкость. Потому что в то время только 2% населения Бухарской Эмираты были грамотными. Поэтому мы еще дальше посмотрим то, что его папа многих еще учил своих племянников. Писать, читать, азам, грамматики учил и других людей. Короче, в шесть лет его папа отводит его в местную школу. Место в муле, которое учил детей. Ну, так школа была устроена при Эмире. То есть это по закону шариата устроен. Священник, он мщенник, он... Да, и является еще учителем. То есть они приходят, учатся в медресе, потом приходят кишлаки, и там работают учителями. Медресе — это высшее учебное... Это высшее учебное заведение, да, где выпускаются в основном... Так, еще шел туда, наверное, а он уже все узнал от отца, догадываюсь. Он многое, чего знал от своего отца. Отец его учил читать и писать. Когда уже ему было шесть лет, дети подросли, у его отца становится больше работы, у него становится меньше свободное времени, и он не успевает учить своих детей. И он отводит в школу. Они приходят первый день в школу. Там есть фильм про воспоминания его снятый, телефильм старый, называется «Старая школа». Ссылочка, да, будет в описании. Приходят они, там сидит муллаз посередине комнаты, и вокруг него сидят дети. Вот он сидит на такой возвышенности, уже мулла. Вокруг него дети, они за ним повторяют священные тексты на арабском языке. То есть вся литература, то есть учебники были на арабском языке, все священные книги. Вот. В общем, сидит мулла, у него палка, чтобы всех успокоить, если кто-то там начинает гузить. Приходят они с своим отцом первый урок, и мулла просит прочитать кусочек из Корана. А Коран, когда читаешь вслух, нужно читать особым образом. Это как пение. Не просто там читаешь бубни себе под нос. А Айни, он умел так читать, правильно читать. То есть это правильное чтение Корана, считается. В общем, он хорошо прочитал священную книгу, и мулла пишет на дошечке какое-то слово, чтобы он прочитал, как проверять по его умею, читать или нет. Короче, Айни смотрит и передает дошечку своему отцу, а там отец говорит, что тут буква неправильно написана. То есть это арабские буквы, они пишутся по-другому. А мулла говорит, это тут я решаю, как правильно они пишутся и как неправильно они пишутся. И таким образом, в основном, все же Айни получил образование своего отца. В свободное время он учил, толковал то, что в школе они проходили. Это все отец переводил, объяснял смысл. И таким образом он получил хорошее начальное образование. И всю религиозную программу он практически прошел с отцом. То есть он уже, когда поступал в Медресе, он уже знал все религиозные тексты, жития святых и тому подобное, законы шариата. Он уже все выучил, и он хотел заниматься литературой. Но с литературой была проблема, потому что муллы, которые учили эти учителя, они особо не знали литературу, они не преподавали особо, тем более современную литературу. А вот древние, старые, они кое-как учили, заучивали некоторые стихи. А полноценной литературой никто не занимался. В школе он проучился три года, то есть до девяти лет. Короче, он заканчивает местную школу и хочет поехать учиться в Бухару. Но осенью у его отца сгорает половина урожая, и река Заравшан в уходе с берегов смывает все мельницы, которые были в округе. То есть его отец остается без дополнительного дохода, еще и сгорает половина урожая. В конечном итоге не остается денег для учебника. У родителей не хватает денег. То есть вот такие вот они зажиточные? Да, они были зажиточные, и просто не хватило денег в один год. Чуть что, какой малейший кризис. Да, и все, денег нет, голод начинает во всей деревне. Так, а как они выходят из ситуации? Короче, его папа предлагает ему выделить землю, кусок земли, чтобы он зимой подготовил, тащил туда, таскал туда удобрения, посадить туда... Набросенное. Да, да, возырь, всякое такое. И посадить весной туда тыкву, а осенью продать урожай, купить себе учебник и поехать учиться в Бохару. И они готовят почву, сажают весной тыкву. Но в этом году случается эпидемия холеры. Заболевает его папа первый, потом мама, двое младших братьев. Его брат приезжает из Бухары больным, и вся семья заболевает холерой. Самый тяжелый был, болел его отец. И все заботы остаются на 10-летнего Садри Гинайни. Он ухаживает за больными, в деревне не было никаких, никакой медицины в то время не было, только молитвами лечились люди, и даже знахаря говорит, что не было в деревне, которая травками лечит. Почти как у нас сейчас. Почти. Почти еще не было. Поликлиник в каждом районе. Нет, в деревне. А, в деревне. Ну там же кишлак какой-то. У нас даже священника не было. В чем все проблемы? Не было даже этих. Да, не было даже знахаря. Люди лечились молитвами и водой. Айни сажают в поле, обрабатывают с помощью соседского быка, но плохо обрабатывается. Естественно, 10-летний мальчик. Осенью у него получается очень плохой урожай. И умирает его отец. Они доживают до следующей зимы, он умирает. И перед смертью завещают Айни, чтобы он не стал мувой, судьей религиозным. Он говорит, что может стать мударисом. Это учитель. Но ни в коем случае не стать священником. Это был наказ его отца. И его отец поэтому и не пошел куда-то работать мувой, а решил стать каменотёсом стать. У отца, получается, были какие-то предубеждения по поводу мув? Да, его отец был прогрессивным для того времени. Он выступал против религиозного мракобесия, которое процветало в то время в Средней Азии. был сторонником реформы образования, чтобы дети получали современное образование, изучали современные науки. Он говорил Айни, что нужно помочь людям выйти из средневековой темноты, чтобы современная медицина появилась. Потому что люди умирали от элементарных болезней, от которых в других странах более развитых уже давно были лекарства, люди нормально лечились. А в Средней Азии, в Бухаре, например, детская смертность была зашкаливающая. 50-60% детей не доживали до совершеннолетия. Поэтому они рожали кучу детей, потому что половина там не выживает в любом случае. И также он был сторонником реформы налога на крестьян. То есть там не было какого-то фиксированного налога в то время. И Бай мог брать, сколько он считает нужным. То есть не было никакого определенного, определенной суммы или определенного количества урожая не было у крестьян. То есть это иногда по настроению брал местный Бай. То есть там еще, я так понимаю, население безграмотное все. И даже если бы было твердо законодательно установлено, берем 10% или берем 3%, то как люди это посчитали? Ну, посчитать они могли, может быть, кое-как. Так, но действительно они были неграмотные, потому что только 2% населения Пухарского Эмирата были грамотными. То есть отсюда можно сделать вывод, что основное еще жили эти грамотные, естественно, в городе. А в деревне грамотный человек, это как сейчас Илон Маск. По соседству тебе оживил вопрос. Так, значит, умер отец. Да, умирает отец. И они... Какого будущего он хотел для сына? Он хотел, чтобы он стал учителем. Учителем и писателем. Ну, погоди, насколько я в курсе, по законам шариата, значит, чтобы быть учителем, надо быть мулой. То есть там, так понимаю, все вот такие государственные должности, это все должны делать священники. Правильно я понимаю? Да, но, тем не менее, это не мешает тебе преподавать, как другие науки, не только священные писания. То есть его папа завещает, чтобы он стал просветителем. То есть просвещал народ, обычный народ. И всю жизнь, всю дорогу он этими и занимается. Мы дальше уже посмотрим, увидим, как он это все организовывал, именно образование детей, образование взрослых в Бухаре, уже в городе. Ну, давай все-таки. Да, и умирает его отец. Они занимают кучу денег на похороны. То есть мулай им дает список, что нужно сделать для того, чтобы правильно провести обряд погребения. То есть нужно было в долг взять саван и деньги занять у местного бая под проценты. и они занимают около 200 тенге. То есть это двухгодичный доход семьи считался в то время. 200 тенге. И, короче, они проводят хороницами у отца. После обрядов подходит помощник мулы и говорит они, что они заплатили мало муле, а муле заплатили 10 тенге. То есть 200 рублей. Так, значит, ты говорил 200 тенге. Это на два года можно было жить на 200 тенге. Соответственно, один год это 100 тенге. Значит, 10 тенге это 10% от готового заработка. То есть отдали муле за обряд больше, чем в месячную зарплату. За... За очень важное и серьезное... Да, я думаю, что приношу извинения. За молитву. Да. За проведение обряда. За проведение получает за проведение обрядов. Да, берет большую сумму. Ну, то есть это для их семьи большая сумма. Еще нужен тут как бы очень интересный момент, что люди просто пачками умирают. Да. Это же холера. Да. То есть он пишет, что не хватало людей, то есть времени, чтобы копать могилы. Делали огромный ров, выкапывали и устраивали братской могилы. Общую молитву закидывали. Это уже потом, следующей зимой, начинают происходить такие события. В общем, он остается дома. У него больная мать и трое его братьев. После похороны его отца умирает у них корова. У них была корова с теленком. Умирают коровы, а мама просит корову отнести к местному коллеге, который же... Теленка, да-да-да. Теленка отнести, чтобы отвести беду, откупиться от холеры. Он относит единственную оставшуюся теленку к соседу. А этот коллега говорит, вам нужнее этот теленок, потому что у вас голод, все больные, умираете, еще у вас папа умер. То есть дохода вообще нет, а твоя мама присылает мне последнее, что можно продать и купить еды. И он не берет теленка, они возвращаются, но его мама настаивает слезами, что отнеси, а то мы с Севы помрем скоро. В общем, он относит теленка, оставляет в Адмире, потому что он отказывается брать. Ну, а Мула говорит, что 10 тенгет – это малое за его труды, а вот коллега не взял теленка. Осенью он продает свою тыкву, которую хотел продать и поехать учиться. Покупает на эти деньги двух ягнят. Покупает двух ягнят, и зимой он подготавливает землю, чтобы посадить хлопок и какие-то еще зерновые пшеницу. И все это он тащит один? Все это делает он один, да. Его брат… Сколько там ему нет? Ему 11 лет было. Его брат выздоравливает чуть-чуть и уезжает из дома, потому что у него учеба началась, и он едет еще прислуживать другому Муле, чтобы кормиться, потому что он уже ни один не выводил всех кормить, всех готовить и ухаживать. Короче, весной он обрабатывает землю с помощью соседских детей. Он говорит, что взрослые, много взрослых умерли, и осталось очень много детей, которые занимались уже сами сельским хозяйством. Они обрабатывают землю, но особого урожая в этом году тоже он не смог получить из-за того, что плохо обрабатывали землю, у него не было времени воды пускать. Весной его забирает, его маму забирает его дядя, дедушки, и он остается с двумя младшими братьями. Одному было 4 года, другому 7. То есть детей оставляют ребенку, которому 11 лет, который должен заниматься сельским хозяйством, посадил участок земли, у него эти овцы, да, 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 и еще двое детей, они еще лежат, больные, лежат, не могут сами самостоятельно ходить, они не могут. То есть гашки менять, все это на 11-летнего ребенка. Вот. И, короче, приходит осень, он собирает урожай, и в этот момент приходит весть о том, что умерла его мама. Умирает его его мама. Как он это описывает в своих воспоминаниях? Он описывает так, что, когда они с ребятами собирали урожай, приходит весть о том, что умерла его мама. Вот. И он говорит, что все ребятишки, с которыми он работал, они все просто сели в круг и молча сидели какое-то время. Никто не говорил каких-то слов, никто не плакал. Все просто сидели молча, потому что у всех, у этих детей в семье несколько человек умерли в этом году, многие остались сиротами, у всех были, короче, потери в семье. Вмире стало обыденностью. Да, да, стало такое. И еще объединяло каким-то образом этих ребят, что они коллективно начали помогать друг другу собирать урожай и сеять, обрабатывать землю. Но, тем не менее, Айни получил какой-то урожай с этого участка. Он продает часть урожая и расплачивается с долгами с тем кулаком, который ему под большие проценты отдал деньги. Он расплачивается первым с этим, часть этого долга закрывает и летом приезжает в деревню его брат и какой-то день у них соседи, какие-то богатые соседи приглашают из Бухары какого-то уважаемого ученого. И этот богатый просит Айни и его брата прислуживать гостю, делать чаи, устраивать честь этого пир и они прислуживают в этом празднике. Айни варят чай. и в какой-то момент выходит из комнаты гостей какая-то мальчишка и жалуются Айни, что в деревне ему очень скучно, не с кем поговорить про литературу, не с кем играть в стишки и тому подобное. И Айни предлагают сыграть вместе, они играют в стишки. То есть эта игра так вот так происходит, ты рассказываешь двести тысячи, а на последнюю букву должен рассказать двести тысячи твой оппонент. Вот. И должно получиться четырестыщи. Вот. И они, это батл такой реперский местный, этот батл выигрывает с Айни и этот мальчик рассказывает про способность писателя своему учителю. Вот. Он подзывает Айни и поговорив с ним немножко, предлагает ему поехать учиться в Бухаре и замолвить за него словечко, чтобы ему его взяли в какого, чтобы к себе взял какой-то хороший учитель. Потому что просто так хорошему учителю было не поступить, да, во-первых, а во-вторых, городские жители относились не очень к сельским жителям и студентам из деревни относились так себе. То есть это считалось деревенщиной, которая там учи, не учи, ни к чему они не научатся. Вот. Короче, этот парень говорит, давай ты переезжай, а я договорюсь с учителем, тебе возьмут адресы. Они принимали решение поехать, он продает своих овец, урожай, устраиваться их братьев у дяди, на какую-то часть покупать себе одежду и учебники и учиться в Бухару. В Бухаре они устраиваются в одну маленькую комнату с братом. Это называется худжра, такие маленькие комнаты вокруг мадресы устроены. В этих комнатах жили студенты, в основном и мулы, эти комнаты некоторые были проданы, некоторые сдавались в аренду. Да, общага, но эта общага принадлежала кому-то, то есть это не общага мадресы, а люди скупили себе эти комнаты и сдавали студентам в аренду, или кто-то сам жил там, покупал и жил в этих комнатах. Это просто обычная комната, где все и спишь, и готовишь, и стираешь в одном месте, то есть там не было пола, там деревянный, это был пол, длинной пол. Естественно, у Ании с братом не было денег особо, и он устраивается слугой для других студентов, у которых были деньги. Он им готовил, стирал, убирался в их комнате, а они просто его кормили один раз в день, кормили обедом. А его брат прислуживал другому муле, у одного богатея чиновника дома прислуживал и кормился там в основном. И они только говорят, что они только дома ужинали, а остальное время прислуживали и ели у других людей богат. Вот, и так проходит там полгода, и вот у этих людей, к которым он выбирался, собирались студенты, которые обсуждали иногда литературу. Таким образом, он получал образование, то есть про литературу он узнавал, когда люди, которые старшие, студенты, общались между собой про литературу, таким образом, он узнавал про новых поэтов, про какую-то поэзию, мог у них взять книжку почитать. А в мадресе также особо не преподавали литературу, там тоже в основном учили религиозные тексты, а религиозные тексты они уже знал большинство этих учебных программ, он уже прошел со своим отцом. А то, что ему была интересна литература, он таким образом получал информацию, то есть прислуживал, и в этот момент он знакомится с одним местным сыном местного тоже богатого чиновника, и он предлагает они прислуживать у него дома, у этих ребят забирает они к себе, он говорит, у меня дома еще круче ребят собираются, вон там ты по-настоящему можешь получить образование, но за это ты дома будешь у нас прислуживать. Он забирает себе они, у него действительно дома собирались, он был богаче, и у него дома собирались вечерами очень много умных людей, местная интеллигенция собиралась, и разговаривали про политику, про поэзию, про многие науки, которые были запрещены в Бухарском эмирате, даже обсуждать политику было запрещено, читать газеты было запрещено. И кого печатали газеты? А газеты там печатались только религиозные, а газеты, которые туда попадали из других стран, они были запрещены, люди переписывали друг к другу, ну, сомненно, делали на какое-то количество людей, и это все обсуждалось. И он, они там еще познакомился очень много с интересными людьми того времени, которые также хотели каких-то реформ, что-то новое, он тогда начинает узнавать о ученом и знаменитом писателе того времени Ахмад Дониш был такой ученый, его тексты также обсуждались этими студентами, но остальное время Айни в этом доме был как граб, он подметал двор, это был огромный дом, у них были лошади, домашний скот, за всеми из них должен был ухаживать Айни. Также он был почтальоном для жены этого Бая, чиновника аристократка, она переписывалась со своими подругами, по городу он еще разносил ее письма ее подругам, выносил по утрам ее горшки, там все, вот таким образом он работал, и он говорит, что работа была настолько тяжелой, что он работал где-то до 10 часов вечера, заканчивал всю работу, и ложился спать, если не приходили гости, если приходили гости, он обслуживал этот гостей. Жил, погоди, то есть он вообще не учился, парой не ходил? Да, в этот период он очень мало посещает метроце, в основное время он проводит дома у этого Бая, они причем только кормили за это писателя, он рассказывает, что у него вся одежда просто порвалась, и он ходил в обносках, у него не было обуви, он ноги замотал какой-то тряпкой и ходил так по городу, и в какой-то момент этот Бай, хозяин, замечает, что у него нет обуви, он спрашивает, а где твоя обувь? Он говорит, порвалась, вот хожу в воде, в трябье. он минуту думает, он минуту думает и отдает свою старую обувь ему, а этому Баю, он, мужик, взрослый, и, наверное, вот с таким огромным животом, размер ноги, наверное, 46-й, и отдает 11-летнему мальчику, который недоедает, себе, ну, то есть, представляешь, он говорит, что отдал эти туфли, потому что носить их вообще было невозможно, отдал своему брату и дальше ходил в обносках. Вот, и у, короче, у этого Бая рождается сын, и он просит, сообщит эту добрую вещь, у нас есть такая традиция к соседским Баям, он идет с этим хорошей новостью к Баю, а тот Бай какой-то подарок ему должен дать за хорошую вещь, и ему дают какой-то поношенный халат, это тот же Бай, он приносит, а этот халат ему длинный, большой, он дает Баю, типа, вот мне дали за хорошую вещь, он смотрит, типа, смотрит, что это не новое, он говорит, ну, ладно, ты можешь продать или носить, он все равно старый, вот, и, короче, он устает от этой работы все время, и учеба, он не успевает учиться, он решает уйти, с этого хозяина, он устраивается в мадресе, еще через кого-то договорившись, устраивается подметальщиком, то есть дворником в мадресе устраивается, там его меньше гоняют, и он начинает, в этот момент, он начинает, в мадресе, в классах, в группах, где учились, всегда есть чтыцы Корана, это люди, обычно это самые способные, ученики должны быть, правильно читать, правильно вот этим напевом, там все должно быть, красиво должен читать Коран, но, на последние вот эти годы, там туда попадали, вот, чтецами Коранов, то есть это староста, уважаемый из учеников, становился, естественно, чей-то сын, вот, а они не умели нормально произносить, правильно произносить, толковать, смысл прочитанного, и правильно произносить слова арабские, это же все было на арабском языке, они не могли, и они просили Айни помочь им, вот, подготовиться к чтению Корана, и каждый день, например, перед началом урока, чтить с Корана, он должен прочитать, вот, он начинает их учить, и за это его кормят некоторые, да, некоторые вообще ничего не дают, но, те линги, которым он учил, чиновник, они некоторые давали ему обед, или какой-то, иногда одежду могли подкинуть, вот, но денег, как таково, в то время, так же ему не платили, то есть за то, что он учит других людей, он не получал особо никаких денег. Давайте вкратце расскажу этот период. Летом Айни возвращается в деревню, и узнает, что умер его самый младший брат. Продает дом, расплачивается с долгами, и забрав другого брата, возвращается в Бухару. В Бухаре в это время у него становится больше учеников, он пишет свои первые стихи, в общем, он становится достаточно популярным среди местной интеллигенции, знакомится с прогрессивными студентами, учеными. в 1900 году какой-то бывший чиновник просит Айни и его пару друзей сделать копии новой книги Ахмада Дониш, которую было запрещено издавать в Эмирате. Ахмад Дониш тогда был объявлен врагом ислама, а этот чиновник решил сделать копии, распространить подпольное. Айни говорит, что для них это была духовная революция. Ахмад Дониш критиковал эмирские порядки, но революционно там особо ничего не было. Но для того времени для Бухары это было суперпрогрессивно. Еще нужно сказать, что они были изолированы от внешнего мира, до них не доходили современные книги, газеты, и вся информация была только религиозного содержания. А если кого-то ловили за чтением другой газеты или книги, то он объявлялся врагом ислама и его могли жестоко наказать. То есть агенты приходили, всегда проверяли, не ходят ли в медресе газеты какие-то, которые причем легально сдавались в России, но там нельзя было читать эти газеты, которые издаются. Было какое-то особое указание эмира? Да, они боялись, что к ним дойдут также революционные идеи, не дай бог какие-то книжки дойдут, поэтому они жестко просто контролировали всю интеллигенцию. Мы дальше еще расскажу, как это все происходило. Так, а что-то могли сделать, если вы нашли запрещенную литературу? Да, по закону шариата тебе били палкой. Сколько раз? А это зависело от настроения эмира и чиновников. Вот, поэтому его все-таки побили палкой Айни. Вот, но это будет потом. Короче, какой-то из прекрасных дней ему приходит письмо от своего бывшего хозяина, помните, который отдал свои ботинки большие. Он пишет, что Айни приглашает к себе, он стал судьей в какой-то провинции и приглашает его туда, потому что ему среди быдла сельского не с кем разговаривать о высоком книжках современных, о поэзии и тому подобное. Это было летом, и Айни принимает приглашение, еще он хотел пообщаться с крестьянами. Прогоди, он ему работу предложил или как гостя просто подвал? Просто как гость приехать к нему в месяц, грубо говоря, у него с ним провести беседы и тому подобное, поговорить и развлекать бывшего хозяина. Он едет туда и приходит в приемную, какая-то приемная, сидит Писарь, взволнованный, весь красный, заходит Айни, говорит, что случилось, рассказывает Писарь, о том, что судья попросил его написать письмо, а он писать не умел вообще. То есть судья писал ему письмо, писал, передавал ему, а он каллиграфическим почерком все переписывал красиво и отправлял. А в этот раз судья, зная, что он не умеет писать, ему дает задание у судьи, судья пришло письмо, где брат говорит, что у него умер старший сын какой-то, но в этот же день родился еще один сын. И судья ему дает задание, напиши такое письмо, где я сочувствую моему выражению по умершему и радость по новорожденному, да, чтобы это письмо было сбалансировано и все такое. просто. Да, и тут он сидит, льет слезы, потому что он говорит, мне выгонят, я умру с голода. Ну, можно картинку нарисовать всегда. С картинками у них строго. Там, да, всякое нельзя рисовать. Только лавы нельзя по-моему рисовать. То, что, типа, нельзя рисовать людей, потому что, ну, ты его нарисовал, Везде по-разному. Я, как бы, не специалист по шавиату и законам ислама. Игоните, пожалуйста. Да. короче, этот, они говорят, ну, я могу тебе помочь. Он говорит, если поможешь, я все, что угодно для тебя сделаю. И в этот момент другой помощник в суде выходит и видит, что они пытаются договориться, и он говорит, вот тут, в этом мешке зерно, которое стоит, там, грубо говоря, 10 тенге. Если ты напишешь письмо и суде понравится, ты забираешь, а они забирают верно. Если ты забираешь в мешок, а он платит за это 10 тенге. Если вы напишете письмо и не понравится в суде, то я забираю мешок зерна, вы плачете по 3 с половиной, по 5 тенге, плачете мне. Они соглашаются и пишут письмо. В этом письме он сравнивает детей с деревом, там, с корнями, кто-то там высох, а другой пророс и тому подобное. Очень красиво пишет письмо. Письмо относят к суде, судья зовет Айми. Айми говорит, а ты не знаешь, кто написал это письмо, прочитай. очень красиво написан. Они считают слов, а он говорит, очень красиво написан. Не знаешь, кто написал? Они говорят, без понятия. И тут судья говорит, вот как ты думаешь, кто мог бы вот здесь в округе кто-то написать такое письмо? Они говорят, не знаю. И тут его хозяин оценил его письмо и дает ему 200 тенге. Представляешь? Да, и они говорят, что это первый его гонорар за его литературную деятельность. Короче, судья... Это же прям очень много. Вот ты говоришь, вроде книга стоила одно тенге, да, один тенге, а тут 200. Просто отвалил 200 тенге. Короче, его это впечатлило. И он дает ему одежду, он говорит, ты здесь, короче, ты будешь у меня работать, будешь со мной жить. Но он говорит, нет. Ну, то есть я какое-то время буду здесь, но работать на тебя не буду, потому что у меня есть своя работа. Короче, у этой студии еще, эта студия реально разбирался в поэзии, в литературе, и судья говорит, я тебя в своем сборнике современной таджикской поэзии и литературы вообще назвал тебя сильным в поэзии, но слабым в прозе. Но тебе говорит, я получу, ты прочитал это письмо, теперь я переделаю всю свою статью, а тебе напишу, что ты в поэзии хорошей и в прозе. В общем, они возвращаются в Бухару. Так, начинается 1904-й, начинается какое-то брожение, и репрессия становится, потихонечку начинает закручивать гайки. И многие знали, что они читают газеты и их объявляют неверными, то есть каширами, которые хотят разрушить прекрасный Эмират и прекрасные законы шариатов. У них было же какое-то сообщество. Еще не было, они просто с друзьями доставали газеты из разных стран, из Египта, из Турции, из Индии, из России, татарские газеты какие-то доставали, и это тоже было запрещено. Это было запрещено, и поэтому их из Мадерсе пытались их выгнать, но за них выступились какие-то люди, но ему комнату не дали в этой Мадерсе, а они все-таки выгоняют. Но и другие его ученики, его задумок... Из общежития только выгоняют или вообще? Нет, его выгоняют из комнаты, комнату, которую он снимал, это была комната какого-то человека, он говорит, все, съезжай, ты становишься неугодным нашему Эмиру. Короче, Эмир объявляет его неверным, вот люди, которые его окружали, ребята его одногруппники с теми людьми, с которыми он общался, их объявляют неверными, и, соответственно, его перестают приглашать учить детей богатых, он остается без денег, он остается без комнаты и целый год бродяжничает, подрабатывает всякими мелкими, занимается батрачеством. Ну, судье оставаться? Нет, он уже там не мог оставаться, его же объявили иноагентом, поэтому связываться с ним было опасно, тем более судье. В это время он много занимается литературой и погружается в среду городской нищеты. Он живет с людьми, которые занимались батрачеством, многие были безработные, все жили в таких ужасных маленьких комнатках, были ветераны войны, инвалиды, вечером они собирались все, кто что заработал, все скидывались и что-то готовили и ели. Айни живет с этими людьми в течение года. И 1905 год, революция в России. Как же она докатилась в Таджикистан? Ну, она до конца не докатилась. Так, после революции начинается брожение среди прогрессивного, ну, для того времени прогрессивного населения, требования реформ от Эмира и какие-то... Ну, интересно, что получается революция пятого года с Кровым Воскресеньем, да, всей этой историей, она повлияла именно в таком направлении на интеллигенцию Бухары, что люди решили, что им необходима реформа. Да, вообще многие хотели реформ и крестьяне, рабочие. Старая эмирская система давно прогнила и держалась на насилии и религиозном фанатизме. И царская охранка, естественно, этому очень сильно помогала. Но не было организаций или людей, которые предложили бы какую-то конкретную программу, указали бы народу, куда двигаться. была только одна такая организация, джадиды. Это были националисты. Они хотели возглавить народное недовольство, поднять народное восстание, чтобы эмир провел реформ. Но в конце они все слили и устроили провокацию. Но это будет позже. После 905 года эмир разрешает открыть пару частных татарских школ. Почему именно татарские, я не знаю. Но в эти школы отдают своих детей и таджики, и узбеки, они устраиваются в одну такую школу, чтобы переводить уроки для таджикских и узбекских детей. И поработав там год, они с другом составляют учебники на таджикском и узбекском языках на основе татарского, татарских учебников и открывают частную школу в доме товарища. Но это очень сильно не понравилось традиционным учителям, и они натравливают местное население на Айни и его друга, объявляют их слугами шайтана и что они учат детей сатанизму, короче, нарушают традиционные ценности. Айни с другом убегают из Бухары и Айни в какой-то окраине устраиваются в хлопкообрабатывающий завод и знакомятся с жизнью пролетариата. В этом заводе работали много национальностей. Узбеки были, таджики, татары, русские, казахи. Все жили в ужасных условиях, в каких-то бараках, работали по 16 часов. у него задача была взвешивать, продавать хлопок и вот вести расчеты и за это все он отвечал. Короче, конца сезона этот бизнесмен, а он еще общался с сыном бизнесмена и его учил чему-то. Он тоже как бы был на его возрасте и ходил где-то учился в каком-то медресе, но ни хрена не понимал, но он с Айни общался, они его учил каким-то вещам. Короче, когда приходит время зарплаты, этот бизнесмен ему срубает половину зарплаты, потому что у него веса не сходятся. То есть вывали хлопка грубо говоря 3 тонны, а он продал 2 800, например, потому что он же сушится, спаряется влага и становится легче. И это он выписывал за счет работников. Айни начинает возмущаться и приходит охрана, какие-то люди говорят, короче, получил свои деньги, иди домой. Но сын этого бизнесмена подходит отцу, говорит, он меня весь этот год учил грамоте, которую я не учил, меня не учили в школе, куда мы платим деньги, так что давай ты его не будешь обманывать. Они получают свои деньги, которые я заработал, и возвращаются в Бухару. Возвращаются в Бухару, и там они не могут легально преподавать, уже никого не могут учить легально, они создают тайное общество, называлось воспитание детей. Они тайно обучали детей, и тайно их отправляли учиться в другие, в Россию, отправляли в Турцию, то есть это все было подпольной организацией. Какие они находили детей? На улице просто столпы лет? Сироты, там были много, после холеры очень много людей осталось без детей. Без родителей, да. И были богатые, тоже прогрессивные ребята, которые хотели дать своим действиям нормальное образование, они платили больше денег, чтобы они могли учить этих бедных детей бесплатно. И соответственно, за счет этих богатых людей они еще и отправляли вместе и бедных детей учиться куда-то. И в этой их организации также был один из этих лидеров националистов. Он тоже обучал, был тоже, но они все были за реформы. Реформы образования, реформы налогов и реформы... Короче, они просили, чтобы чиновники вели себя как бы более-менее нормально относились к простому народу, не считали их погаными собаками. Это максимально прогрессивно для Бухары. Да, из-за этого куча людей погибло, из-за того, чтобы просто провести какую-то реформу. И... Вообще что-то созвучное с тем, что в России происходило, насколько я в курсе. Да, получается, что в Бухаре еще жестче было. И тут как посмотреть, смотри, видишь, у них там кто хочешь, там из любой деревни берешь, поступаешь в медресе все-таки, но за бесплатно. Ну и тебя научат... Из-за бесплатно там ты даешь какие-то подарки или прислуживаешь этому дома. Учитель тебя учит, если ты не можешь ничем платить, ты дома у него прислуживаешь. Вот, если ты... Если мы вот по истории пройдем, помните, это мальчик, который первый батл был с Айни. Ну, первый. Он прислуживал этому, который был умный, там, вот этот крутой чувак, который его... Не ребенок? Ну, ребенок, но он ученик этого... Как сын? Нет, нет, это был ученик этого вот этого сына чиновника, который был умный, да, уважаемый человек. А этот мальчик был его учеником и прислуживал ему. И, кстати, вот с этим мальчиком они всю жизнь дружили потом. После этого как бы они всю жизнь были... Ну, общались, и после революции так же и не общались. Не, но тем не менее, как бы тебя там хоть и учат тому, что ты не понимаешь, да, то есть просто рисовать какие-то закорючки и какие-то непонятные стихотворения, ну, в смысле, на непонятном языке, но тем не менее, ты потом, я так понимаю, можешь там и судьей работать и, опять же, учителем в школе, то есть, ну, нормально так, ты становишься человеком. У этих всех судей есть свои кучи детей, которые будут судьей, и там еще... Там еще очень забавные есть моменты, которые я даже не знал, что просить какое-то место, куча людей выстраивается к этому главному, кто распоряжается этой вакансией, да, и целыми неделями просто там сидят. Дайте мне, ну, как бы, устройте меня туда. Вот мы сейчас попадаем, я расскажу про это чуть позже. Я просто почему подумала, что Бухаре было жестче, потому что законы шариата еще накладывают отпечатку определенных. Конечно, да, да, там... И еще вот эти законы, вот как бы вся эта система образования Бухары, Самарканда, когда-то это было очень прогрессивно. То есть, такие были продвинутые, умные люди, брали себе кучу учеников и их учили. Это как вот средневековье, там дальше, это было очень круто. Но вот к концу, это 19, конец 18-19 век, это уже как бы превратилось вообще в формальность какой-то. И, соответственно, нужны были реформы, и как бы уже надо было дальше развиваться. Но они пытались это все удержать, и вот это все вот сохранилось. Ну, получалось вот это просто наизусть заучивать какие-то тексты. Ну, как бы вся вот заключалась, вся образование вот заключалась в этом. Короче, он возвращается в Бухару и идет к Муле, главному по образованию. Вот. Приходит, говорит, слушайте, я как бы хочу учить детей. Я знаю кучу всего, у меня есть учебники. Вот. Почему вы не разрешиваете... Могу не вмешаться, слишком интересно. Как-то так, он же вроде такой сепаратист, значит, уже там трижды неверный проклятый. Не сепаратист. Он просто, его объявили неверным. А ну, что, но все равно он пришел к министру, да, на открытый прием. То есть, не так-то это было страшно, что ли? Да, да, ну, просто он мог ходить. пока еще с такими сильными, потом дальше будете жесткие репрессии. Пока он просто мог ходить, но его никуда на работу, ну, то есть, у него нет учеников, то есть, его никто не заел сюда. А есть какой-то список неверных? Да, и по списку есть забавный момент, когда он заходит к чиновнику, чиновник показывает ему этот список и говорит, слушай, ты тут значишься как главарь этих неверных, потому что ты на первом месте в списке. На самом деле, список составили русские в агентстве, список врагов и мира, они составили по алфавиту, просто Айни, он был на первом месте, а этот чиновник, скорее всего, не знал русского алфавита, и он думал, что его поставили первым, потому что он главарь, короче, неверный. Он приходит к этому главному по образованию, говорит, слушайте, вот я все умею, вот почему мне не даете детей учить? Я же хорошее хочу сделать, чтобы наш народ развивался, там весь мир уже развивается, мы просто как бы живем в средневековье. Амула говорит, а что тебе за дело за других детей? И говорит, стань мувой, мы тебя пристроим, все тебе сделаем, вот будешь преподавайся как нужно, у тебя все будет, только вот тебе нужно прекратить читать газеты и не заниматься чужими делами, то есть не беспокоиться о чужих детях, то есть не думать о нищих, которые не могут себе позволить в образовании и нам подобное. Он говорит, давай с нами, стань мувой. Он отказывается, там есть интересный диалог, но я не буду засчитывать. Вот, и он, короче, этому, говорит главному по образованию, говорит, как я могу не читать газеты? То есть газеты в России выпускаются и здесь привозят почтой, но вы запрещаете тут читать эти газеты. Вот, и мува говорит, ну, будь осторожен, короче, но тебя в мадресе на работу мы не возьмем все равно. И зажал тревожный. Да, и после этого они много ездят по деревням, общаются с людьми и, короче, наступает 1916 год. Первая мировая война уже идёт, да, и начинается восстание в Туркестане, крестьяне против мобилизационной тыловой работы. Вот, и там начинается резня жёсткая, они едут в деревни, общаются с населением, как это называется, гуманитарку собирают для восставших, делать агитационные какие-то листки, распространять среди крестьянства, чтобы они могли понимать, что происходит. Он вот находит каких-то грамотных и пытается с ними пообщаться, но ничего не уходит. А к чему Айни призывал? Чтобы они тоже восстали и требовали от Эмира. Там же в Туркестане встали, а в Эмирате в Бухарске никто не восставал. Он пытался им объяснить, что вам нужно восстать и требовать реформ. У них действует до сих пор где-то подпольная организация, но после... Да, и в Бухаре просто было запрещено даже говорить о том, что люди вот рядом, рядом люди восстали против мобилизации, там потом им вообще разговор даже было запрещено. И он был в деревне опять к своему судье, к хозяину, там они сидели пили чай, ему приходят телеграммы срочные, срочно приехать в Бухару, тебе назначили мудариса в какой-то крутой мадресе. Мударис это что-то вроде ректора, да, ну как старшего учителя. и как бы он думает как поступить, потому что если он откажется, это дерзко слишком, чтобы эмир отказался, сам эмир. А что? Вот. Он возвращается в Бухару, ну короче, они поняли, что его не нужно обускать, он способный, талантливый, умный, его, потом узнаешь, что там царское агентство, царское агентство по-моему называлось уже, агентура, как бы, да, они посоветовали, короче, они посоветовали эмиру, чтобы этих ребят пристроить к себе и не давать им уходить в эти, в революционные всякие движения. Приход, да, естественно. Короче, ну это, чтобы получить как бы место мудариса, люди просто годами ходили к главному этому, по образованию этому, и просто этот, бивали пороги, там ему поклонялись, подарки приносили, чтобы их назначили мударисом. И тут один молодому предлагает стать ректором. все еще лет 15. Нет, нет, уже 16-й год, ему уже сколько ему получается лет? С лишним лет. Да, уже 20 с лишним лет. Короче, он приходит, он говорит, все, ты ему дарись. Он говорит, окей, хорошо, собирает всех учителей мударисы, говорит, мне эта должность не нужна, всю зарплату, которую мне дают, вы распределяете вместо меня, и как бы работать как работа. Я буду просто работать и братья, а я буду как формально, я не могу отказаться, буду формально вашим начальником. Вот. И 1917 год, революция в России, но в Бухаре все еще говорить об этом запрещено, даже говорить или как-то освещать это событие было запрещено. Те, кто хотел реформу, вот эти националисты, они собирают подпись. Петицию пишут временному правительству. Кстати, до этого временному правительству они пишут петицию, и время правительства, это доходит до них, они присылают телеграмму, еще нужно тут сказать, что у Айни, когда они создали тайное общество, и туда входили очень крутые люди. Писарь главного министра по образованию, министра охраны, и был там его товарищ, который работал в царской вот этой, как это называют, посольстве, он там работал, и он вот эти письма копировал, приносил им, они же, вот они думали, что это, он даже читать не умеет, но он был оборванец какой-то, он курьером работал, грубо говоря, и он приносил им письма, копировал, и тут, короче, они видят письмо, что эмиру нужно провести реформы, там косметические были реформы, образование, чтобы чиновники относились нормально к местному населению, и упорядочить сбор налогов у крестьян. Это было очень важно, потому что крестьяне были разъявлены уже в конце 17-16 года, просто люди умирали от голода, и хотя, ну как бы, нужно было провести какую-то реформу, чтобы у них что-то оставалось после... Там, я помню, еще была странная система, что никто не умеет считать, да? Да, умеет, просто произвол был, вот бай приходит, говорит, типа, ты мне вот половину тебе забирают урожая, да, у тебя мало урожая в этом году, у тебя куча детей, ну, люди остаются голодными, то, что тут нисколько читать и считать, просто люди не могли сопротивляться, и они даже не понимали, потому что, как бы, люди были запуганы очень сильно, чтобы что-то возникать. Это все было от сатаны, все у вас возмещение, когда у тебя бай или мула берет половину урожая, ты должен покорно как бы не возникать, не возмущаться, конечно, это надо поддерживать. И, короче, в этот момент Эмир отправляет временному правительству взятку 3000 золотых ТНГ. И приходит следующее письмо от временному правительству, что все реформы на усмотрение Эмира оставляем, как бы, он уже, типа, местный бай, все как бы решить сам. Короче, они собирают и делают какие-то реформы, типа, объявляют какую-то реформу, которая вообще ничего не поменялась, просто казалось, что вот пару людей в правительстве поменяли, какого-то главного судьи убрали, другого поставили, да, и у сына даже поставили, кажется. Ну, короче, вот какая-то рерокировка произошла, и все, все ушли. Короче, у них в тайну общества были, в основном, там много было вот этих националистов, сделать общество уже публичным, типа, уже все можно, и устроить демонстрацию благодарности Эмиру за то, что он такой благородный и там подобное. Там они пишут лозунги великому защитнику всего там мира и миру нашему Алимхану и там подобное. Вот здесь у них получается раскол, они уходят с двумя своими товарищами, один из них был его брат младший, и еще один товарищ, они ушли из этой организации, а эти националисты устраивают митинг. Короче, националисты устраивают демонстрацию, и у Ани была информация о том, что они специально это допускают, чтобы убрать всех, кто был недовольный, кто-то хотел что-то поменять, реформистов, настоящих оппозицию хотели вычистить пухару. Они же наоборот довольны были реформами. Нет, они были довольны, но были такие люди, как Айни, которые были недовольными. Вот. Закрыть все. Да, они воспользовались тем, что они вышли на демонстрацию и начали всех задерживать и всех приволокли к суде. Там как суд происходил. Кучу народа приводили, всем зачитывали какой-то приговор и всех отводили в Зиньдан. Азиньдан находился под конюшенью этого эмира. Короче, начинается задержание всех. На улице выходит куча мул, религиозных вот этих людей и куча просто обычных граждан, которые вышли защищать веру. Ислам как бы всегда нуждается в защите. Поэтому вышли люди защищать ислам от этих Айни и тому подобное. Короче, он сидит у себя в комнате маленькой, его разбивают окно и просто выкидывает его со второй даже на улицу. И тут Айни говорит, что вот в этот момент он очень сильно пожалел, что у него нет оружия и не умеет он пользоваться оружием. Он говорит, что в этот момент мне очень хотелось пару человек с этой толпы пристрелить. Да, и, короче, волокут Айни к эмиру, где происходил там арки, такой арк назывался, где судили людей и казнили. Короче, туда приводят Айни, его там по дороге все избивают. Есть такая традиция, наверное, сейчас видео можете включить, и там в Афганистане то же самое. Люди просто, ты идешь, тебе волокут по улице, все просто подходят и бьют, кому не лень. Короче, его волокут читает ему объединительный приговор и говорят, в этот, в зимдане его. Он идет, его волокут двое по улице и просто какие-то люди подходят и его бьют. И он говорит, что один, даже его учитель подошел и поколотил чуть-чуть. Но самое обидное было, что к нему подошел какой-то мужик с ребенком, поколотил его, и это даже этот ребенок, ему там годик было, и он тоже кулачком ударил его по гонаве. Он говорит, самый больной был удар этого ребенка для меня. И, короче, его кидает в зимдан, там вся эта нечисть лошадей все спускается вниз. Там ужасные условия. Кстати, там есть фотки, можно посмотреть. Его кидают туда, несколько его друзей, и происходит наказание по шариату, их бьют палками. Как это происходит? Их поднимают наверх, есть комната, Николашка Палкин-то по шариату получается. Да, православный шариат. Короче, огромный стол посреди комнаты, тебя туда растягивают, привязывают руки и ноги таким образом, что ты просто растянутый и не можешь шевелиться. Стоят двое палачей с двух сторон с длинными палками, ты лежишь на животе, стоят мулы, эти судьи и считают, сколько нужно бить этого преступника. Ему назначают 75 палок. Это было максимально разрешенное, потому что после этого люди умирали. Его бьют 75 раз, он теряет сознание. Кстати, можно его фото посмотреть в интернете, там можно посмотреть, как его спина выглядела потом после этого всю жизнь. короче, он теряет сознание, его обратно кидают в Зиндан, а там не было, ну, тряпок не было, люди вот каких-то, какие-то куски тряпки, он говорит, что тело прикрывали, они сняли, как бы его положили, отвозят его друга, его тоже 75 раз бьют палкой, и через три дня его друг умирает, он не пережил наказание, а они тоже бредят, он почти вот был при смерти, и в этот момент, короче, разбивается дверь Зиндана, приходят красные армейцы, его спасают из Зиндана, выпускают всех узников и отводят его в больницу, которые красные армейцы стояли у ворот от Бухары, их не пускали, и там были свои агенты и говорили, что там все хорошо, никого не репрессий никаких нет, все нормально, но все-таки какая-то весть дошла, что вот ребят сегодня казнят, и они прорвались через ворота, пришли, спасли, и уезли, грубо говоря, вытащили, пустили всех узнанков, и больных всех забрали, они там лечатся где-то полгода после удара палками, и в этот момент агенты Эмира хватают его брата младшего и его казнят, уже там казнили людей, после вот этой демонстрации начали казнить, просто людей отвозили на площади и просто рубили им головы, а красноармейцы куда делись? они не могли еще зайти, их было малочисленное, и сказать, что в Бухаре было очень много собралось белогвардейцев, они Эмира обеспечили оружием, обучили всех, и сами помогали, и там Бухара стала центром реакции в Средней Азии, там очень было много было белогвардейцев, соответственно, было малочисленное количество красноармейцев, которые не могли с ними сражаться и как бы захватить сразу в Бухару. Но они выживают, уезжают в Самарканд, потом в Ташкент, он там начинает уже знакомиться с революционной литературой, начинает писать эти брошюры и тому подобное, уже во время болезни он уже начинает читать книжки Ленина, Маркса, он проходит экстренный курс теории проходит и начинает на узбекском и на таджикском выпускать газеты. Он говорит, что людей было очень мало, которые могли работать, и он один писал и на узбекском, и на таджикском писал стихи, то есть заполнял газеты. Ну, то есть если мало было материала, он как бы всем этим один занимался. А Ленина он не переводил, кстати? Он переводами не занимался, он потом как бы очень много писал труды у него про литературу древнюю таджикскую, он онтологию собрал, образцы таджикской поэзии, писал много про лингвистику и все такое, но я не помню, что бы он Ленина переводил. Но в газетах, да, он переводил тексты про рабочих, про пролетариат, ну, короче, он занимался агитацией. И хозяин его брата, короче, в Самаркаде он работает еще в школе, там открываются уже новые школы, советские школы, и уже в Самаркад, в Ташкент, они были уже красными, то есть там были советы, потом Бухарад тоже как бы собирается красноармейцы, местные населения встают и в конце концов Бухарад тоже, в Бухаре тоже происходит революция, и мир убегает в Афганистан, но в правительство новые советы приходят старые чиновники, мелкие чиновники, которые были, они приходят во власть, многие, и они много встречал этих людей во власти, он возвращается в Бухару и видит, что эти люди начинают править, это были вчерашние палачи, а сейчас уже они стали уважаемыми людьми, и он в Верховном каком-то совету, в местном Туркестанскому совету пишет о том, что вот эти люди, они сотрудничают с басмачами, их обеспечивают, даже басмачи приходили ночью, и дома у него как бы подкреплялись, оружием обеспечивали и тому подобное, и его брат жил недалеко от Бухары, и у него по соседу был такой же чиновник, он был, сотрудничал с басмачами, но он как бы был советским чиновником, он устраивает этот чиновник пир на три дня, и об этом пишет его брат, старший брат Айни, пишет о том, что вот он басмач, и устраивает еще такие штуки, уже после революции, он устраивает всякие религиозные обряды, и устраивает игры с козлом на лошадях, это было запрещено, короче, это жестокая игра, они дерут как козлу, короче, на лошадях, если видели, там толпа, там друг друга бьют, там люди умирают, это было тоже запрещено, он устраивает такие штуки, и его брат возмущается этим, и пишет в газете про поведение, грубо говоря, местного, как это называется, чиновника, а этот чиновник разозлился, пришел и просто застрелил его брата на глазах у семьи, женщин избил его жену, дочерей избил и угнал в рабство его сына пятнадцатилетнего, это уже после революции, короче, они хотят поехать, его дядя говорит, тебе нельзя поехать дальше от Бухары, потому что там творится полная дичь, те могут убить любой прохожий, эти люди могут быть людьми басмачами, там подобное, короче, они просят одного из родственников старика, чтобы он поехал туда под видом нищего, узнать, где ребенок спрятан, короче, он идет туда и спасает этого пятнолетнего мальчика, возвращается, но все равно до начала даже Первой мировой там в правительстве он говорит, что были такие люди ну Второй мировой, да, то Первой мировой, там были люди, которые были басмачами, да, и пристроились к этой власти, и там свои связки были с какими-то Верховными Советами, как бы такие вот случаи происходили и после революции, в общем, они в конце концов остаются один из всей семьи, да, у него умирает друзья, куча друзей у него умирает после репрессий, в репрессии многих убивают, казнят, там еще есть книжка, мы про это еще, наверное, сделаем, где он описывает, как людей казнили, как вешали людей, как просто яма заполнилась головами, начали вот в 18-м году начали хватать любого, кто вызывает подозрения, тащили и казнили, и даже палачи настолько устали от это все, что они сами начали людей выпускать, даже палачи начали бунтовать, потому что они сами не переносили столько крови и столько убийств, потому что в день они убивали кучу людей, это просто массовое стало убийство. Ну, мы так бегло прошлись по ситуации с революцией в Бухаре. Да, потому что хочется сделать отдельный подкаст, отдельно рассказать про революцию в Бухаре, подробно и со всеми деталями. Мы же потом будем читать его воспоминания, вообще разбирать, я так понимаю, да? Вот, и там мы вообще будем подробнее останавливаться на всем на свете, да? Да. Что у нас еще осталось? Вот так вот, он поднимался с низов, да, прям почти как Илон Маск, конечно, может быть, чуть ему полегче было в гараже начинал, дошел до самого верха. Да, и после победы революции он становится первым президентом Академии наук Таджикстана, много пишет научных и художественных книг. Садридин Айни получил Сталинскую премию второй степени за книгу воспоминания, которую мы как раз будем разбирать в следующий раз. Садридин Айни рассказывали, в принципе, из этой книги. Три ордена Ленина получил. Еще награжден орденом Трудового Красного Знамени, также Дридин Айни заслуженный деятель науки Таджикской СССР и почетный академик АН ААН Академия наук как раз. Герой Таджикистана посмертно и ух ты, это Пулбекский, да? Не будем пробовать, в общем, тоже орден Таджикистана получил. Как-то не отметил, что это все уже... Плохо. Ну да, да, 98-й, 2001-й. Он умер в 54-м году. Но вот интересно получается, что 98-го его наградили. Да, вот это, кстати, очень странно. при любой власти любим. Да, очень странно. Кроме царской. Мы же знаем, что у нас, в принципе, на постсоветском пространстве принято искать национальных героев, вспоминать какие-то яркие эпизоды даже времен советской власти. Ну, вообще, в принципе, приемственность истории, это у нас в Конституции прописано, а Конституцию, мы недавно за нее проголосовались. все. Да. Я не голосовал, но согласен. Вот и так, ай-яй-яй. Но-но-но. Ну, что, на этом заканчиваем? Да. Мы увидели, что наши народы очень похожи друг на друга в чем-то, да? Где-то отличаются, но это не повод друг друга не любить, а очень даже наоборот. Сказал, что все народы страдают одинаково от одного и того же, да. На этой философской ноте, да, наверное, мы закончим нашу беседу. Спасибо за рассказ. Спасибо вам, что послушали. Ну, вообще, кстати, интересно было бы, может быть, тот из слушателей знает каких-то еще интересных авторов, например, родом из Таджикской ССР и из Узбекской ССР. Да. Ну, да, если есть там товарищи, если знают, то можем их тоже разобрать, прочитать, познакомиться. Да, было бы очень интересно. Все, всем пока. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok